Виталий, приветствую тебя. Понедельник, начало недели, соответственно, снова мы к рынкам возвращаемся, говорим о том, что интересного произошло, ну, фактически за прошлую неделю события. Безусловно, все все прекрасно видят, начиная от геополитики и кончая действия мировых центральных банков, которые продолжают активно получать процентные ставки, там рачает настроение, навевает опять же на мысли о том, а что если неизбежен какой-то затяжной экономический спад, но мне кажется, таких вопросов не должно возникать. Уже происходит, это уже есть затяжной экономический спад и самое настоящее проявление кризиса, поэтому думаю, что дальше вот это бегство от риска, эта тенденция сохранится, и мы увидим те инструменты, за которыми мы с тобой следим, вообще представители валютного рынка, рисковые активы еще ниже, а те уровни, на которых они были, а индекс американского доллара, как, пожалуй, один из немногих инструментов, который сейчас вообще растет на финансовых рынках, конечно же, с большой долей вероятности продолжат пользоваться спросом. Давай к демонстрации экрана, когда перейдем, у меня как раз индекс доллара открыт. Здесь даже не хочется чертить. Я бы добавил по поводу того, что ты сказал, что возникают вопросы экономического кризиса. Ну, большинство сейчас, еще раньше даже, квартал назад, полгода, тоже возникали эти вопросы, и сейчас они там, вроде бы, да, какая-то рецессия, и то многие еще сомневаются. Я бы сказал, я говорил об этом еще где-то в прошлом году, позапрошлом, что в некоторых секторах экономики уже давно начались проблемы, они только будут усугубляться. Сейчас уже более конкретно видно по снижению квартальной прибыли некоторых компаний, ВВП, в общем, да, то есть, ну, как это не замечают, то есть, это как было раньше, да, по инфляции. Это временная инфляция, потом, бак, инфляция, там, 9-10%. Да, причем для стран, это вообще немыслимо было. Потом такие, да, это реальная инфляция, потом, ну, возможно, будет рецессия, возможно, нет, а потом, бац, рецессия, да, то есть, ну, они, в принципе, правильно делают, потому что, если они так сразу все признают и скажут, то это очень негативно на рынок повлияет. Да, ну, с другой стороны, куда уж хуже, ну, видимо, может быть еще хуже, раз риторика все-таки контролируется и базар фильтруется, скажем так, это представитель этих регуляторов. Так, ну, вернемся давай к рынкам. Индекс доллара 113.20 я равный сценарий обозначал, видел, прогнозировал, что рост доллара, конечно же, продолжится, но не думал, что так быстро индекс может перевалить за 112 пунктов, потом сделать 113, достигнуть 114, потому что это в целом довольно низкоконсервативный и низковолатильный инструмент, даже несмотря на заряженный новостной фон. Но мы видим, друзья, это дневной таймфрейм индекс доллара. Очень быстро растет, кстати говоря, сегодня после бурного открытия азиатской сессии идет откат, и если мы посмотрим на истории, обычно такого рода откаты могут быть предвестниками какого-то локального разворота. Но, опять же, друзья, хочу напомнить, что нужно принимать решение сейчас, отталкиваясь от объективного новостного фона. И нужно также понимать, что коррекция, которая началась, она связана не с тем, что чудесным образом на рынке улучшились рыночные настроения. Нет, они не улучшились, так вот, секундочку. Они остаются такими же негативными, и, в принципе, сомнения, есть сомнения, что завтрашний день в плане макроэкономической статистики будет лучше сегодняшнего. Индекс доллара, да, безусловно, сохраняет статус единственного актива, который оправданно пользуется спросом, потому что это инструмент, который как рост в начале этого года, так и продолжает расти. Это один из немногих инструментов, где вообще можно было бы заработать, если бы вы поставили на лонг, длинную позицию, среди всего многообразия и спектра финансовых активов. Какие уровни могут быть следующими? Здесь уже, если учесть, что индекс доллара на максимумах за несколько десятков лет, какие-то пиковые значения обозначать очень трудно. Я бы просто здесь ограничился такой-то общей тенденцией, которая, на мой взгляд, будет предполагать дальнейший рост. Я нормально отношусь даже к коррекции, которая сейчас идет, потому что после такого взрывного роста, фактически на несколько процентов, как мы видели, буквально за две таковые сессии, да, нужна коррекция. Ну, например, если индекс доллара снова вернется в район 11-110 пунктов, я думаю, это будет оптимальная точка на повторный перезаход с ожиданиями, опять же, обновления новых максимумов. Потому что политика американского регулятора на основании того, что было сказано Павлом на прошлой неделе по итогам заседания Федрезерва останется жесткой. До конца этого года будет еще два заседания регулятора. Я полагаю, что замедление темпа повышения ставки не предвидится, и, возможно, в ноябре мы увидим еще одно повышение на 0,75%. Это сделает регулятор США и ключевую ставку в результатах самого высокого среди развитых стран. Облигации будут на новых максимумах. Они и так уже двухлетние облигации на максимум, по-моему, за 15 лет, 10-летние максимумы за 2007 года. Это дополнительно поддерживает вот этот вот ралли доллара, который набирает обороты. Что касается рисковых инструментов, а вот тут уже, конечно же, цели, которые ранее ставились по евро на своих брифингах. Я обозначал то, что мы пройдем к уровню 98, пришли к этой отметке. 97 также планка пал очень быстро, 96, и вот сегодня вообще на азиатской сессии подбирались все отметки 0,95. Я когда смотрел на прогнозы от инвестбанков, вот самый радикальный из них, я, по-моему, даже говорил на одном из последних брифингов, было от САКСа, что пара евро-доллар рассядет до отметки 0,8. Скептически относился к этому. Ребят, ну, с такой верностью можно было бы сказать 0,5 или 0,6, потому что так низко курс евро не был никогда, и нету каких-то прецедентов, которые позволяли бы сделать отсылку на них и сказать, что вот при этом условии евро будет там. Но, учитывая, как евро валится, я уже даже начинаю подумывать о том, что в европейской валюте ничего не стоит, например, потерять еще полтысячи пунктов и провалиться к планке 0,90. Если особенно смотреть на долгосрок, если взять за основу тот факт, что впереди и уже скоро совсем зима, потенциальный рост цен на нефть, повышение инфляции, скорее всего, еще большее улучшение геополитического фона и доминирующее вот это нежелание трейдеров рисковать. А евро у нас эталонный рисковый актив, конечно же, он будет в числе первых пострадавших. Хотя здесь можно поспорить с фунтом, потому что британская валюта и вовсе какие-то астрономические потери за две торговые сессии тысячу пунктов, если взять с прошлой пятницы. И вот где я точно смеялся, когда мне говорили, что фунт придет по уровню паритета против доллара. Но сейчас я извиняюсь опять же перед всеми, кто обозначал такие цели. Я думаю, они сами удивлены, потому что, ну, просто какие-то черные лебеди на валютном рынке. И такие движения – это обнуление всех депозитов для тех, кто стоял неверное управление. Что делать с европейской валютой? Коррекцию, которая идет, я также рекомендую использовать как возможность перезайти повторно на шорт, если кто-то этого еще не делал. Например, ситуация с европейской валютой, я бы посмотрел снова на уровень 0.98, думаю, коррекция может быть и оттуда. Там зашортил бы с стопом на отметке 0.9870, а зашортил бы с целью 0.9695. Не вижу пока перспектив такого даже среднесрочного роста для этого инструмента. И считаю, что нужно работать дальше по тренду, пока новостной фон не изменился. Золото – это очень неоднозначная ситуация. Понятно, что обвал обеспечивается ростом курса доллара и повышением доходности облигаций. Но я очень сильно сомневаюсь в том, что этот обвал будет затяжным, потому что геополитика в любой момент может стать преобладающей идеей. И снова все вспомнят о золоте как об инструменте, который должен расти в период особенно того новостного фона, который обсуждается в данный момент времени. Например, вспомните февраль, когда эскалатор геополитической напряженности в Восточной Европе только лишь стала появляться в средствах массовой информации. Мы увидели, что золото обновило не то чтобы максимум, но превысило 2000 долларов. И, по-моему, максимум был 2061 доллар за тройкунцию. Причем этот рост последовал за считанные дни буквально. Это мой призыв тем, кто сейчас хочет зашортить золото. Но немножко страшновато, потому что понимают, что если выкупят его довольно-таки быстро, есть такой риск. Поэтому я бы порекомендовал тем, кто сомневается, вообще в золото сейчас не лезть. А если очень хочется подвигать, то как бы это странно ни звучало, возможно, рекомендация не лишена смысла сейчас работать против вот этого общего тренда, который направлен в них, искать уровни поддержки и отталкиваясь от них покупать. Я сегодня буду рекомендовать рискованную, крайне рискованную сделку. Это покупка золота с отметки 1650, с топом на уровне 1635. Ну и тэк-профит давайте пока не будем себя ограничивать, особенно если действительно будет дальнейшая эскалация, напряженность, и золото на этом фоне потенциально может улететь довольно-таки сильно. И американский фондовый рынок, 3700 пунктов по S&P. У меня цели были 3700, эту цель мы благополучно сделали. Я сейчас бы порекомендовал тоже поработать через отложки в расчете на коррекцию, которая может продлиться примерно до отметки 3750, оттуда шортануть с топом на уровне 3780 и тэк-профитом уже на отметке 3500. И основная причина все-таки, почему фондовый рынок, на мой взгляд, будет снижаться, точно такая же, как и ситуация с евро. Если на валютном рынке евро и талон, не принятие риска, то на фондовом рынке, как раз американские индексы S&P и NASDAQ, как индексы, которые сосредотачивают себя в высокотехнологических компаниях, очень зависящие от высоких ставок и обычно снижающиеся в стоимости капитализации, если ставки растут. На этой идее, думаю, что правы были аналитики Bank of America, которые ожидали по S&P, у них, правда, цели были на первом квартале 2023 года 3500-3400. Я думаю, что потенциально эти уровни мы можем увидеть уже не то чтобы к концу этого года, а в ближайший месяц максимум два. Тотальный прогноз, Виталий. Негатив в отношении риска и ожидания того, что после коррекции мы снова вернемся к нисходящему тренду. И по-прежнему единственная ставка на лонг – это только лишь в отношении индекса доллара. Слава тебе! Да, пошла демонстрация. Так, ну, в принципе, я со всем с тобой согласен по некоторым позициям. По евро ставить цели на полтысячи пунктов, да, там 0,9, я думаю, что глобально мы можем уйти еще ниже, где-то в район 0,80 с копейками. Потому что перспективы в еврозоне я их не вижу. Идет тотальный развал, скажем, еврозоны. Я думаю, что где-то в ближайшее время мы увидим точно, скажем, распад Евросоюза в каком-то формате, да. Поэтому что будет с евро в ближайшее время, мы увидим его далеко вниз. По поводу торговых каких-то идей, я напомню, в прошлый понедельник с тобой мы шартили евро-доллар, да. В принципе, неплохо отработалось. Сейчас мы в районе там паритета шартили, да, то есть практически 5 фигур мы ушли вниз. На текущий момент каких-то торговых позиций я не вижу. Почему? Потому что сильная волатильность, мы отпадали такой достаточно длинный тренд, здесь бы, ну, поднакопить что-то, да. Вот как было на прошлой неделе, вот очень хорошее здесь накопление. Мы с тобой шартили. Я, в принципе, и снимал, и обзоры по евро, то есть там были топ-5 торговых рекомендаций на осень. Там входил евро-доллар в шорт среднесрочно. Очень красиво тоже мы с учениками здесь шартили. Поэтому на текущий момент будет какое-то накопление, я уже определюсь, дальше шартили нет. То есть, потому что, ну, 5 фигур сходили вниз, ну, запросто может быть какая-то коррекция техническая, плюс не исключаем какой-то более глубокий откат, потому что, ну, рынки все время, они могут корректироваться, да, и достаточно иногда на 2-3 фигуры. То есть, как мы видим на протяжении этого тренда, то есть, ну, бывает там 2-3 фигуры, и поэтому где-то на минимумах, вот я не любитель такого шартить, поэтому я буду вне рынка по евро. По индексу доллара аналогично здесь картинка, ну, есть зеркально. Напомню, по индексу доллара, евро-доллар я еще в прошлом году, да, когда мы торговались только по индексу доллара в районе там 90 пунктов, да, где-то там плюс-минус мы торговались. Я говорил, что глобально мы уйдем наверх. В принципе, как видим, какой у нас среднесрочный, такой долгосрочный результат на более чем год получился. Поэтому здесь пока вне рынка не исключаю какую-то техническую коррекцию. Дальше, ну, по другим парам там практически картинка одинаковая. Что еще я в прошлый понедельник советовал? Это шартить любимую, любимое черное золото, нефть, да. Мы торговались где-то в районе, я не помню, бренд или лайт давал, но там картинка одинаковая. Мы где-то торговались в районе там 90. Я аналогично со своими учениками шартил ее. Я говорил в понедельник, что шартил там с пятницы, с чем давал рекомендацию. Плюс это позапрошлая пятница. И в текущую пятницу я писал, что, точнее в четверг, что мы будем падать с этого накопления, очень красивая. И мы неплохо так сходили несколько долларов вниз. И кто помнит, кто нас смотрит все время, я еще в мае-июне говорил о среднесрочном снижении по нефти. В принципе, как раз доформировалась эта позиция, и мы как раз в июне начали снижение. Я называл цели где-то в район 100 и ниже. Там 85, мы практически вот эти цели 85. Ну, я где-то назвал там еще 70, 65. Возможно, мы туда куда-то уйдем. Пока признаки на шорт, аналогично торговых рекомендаций нет, потому что мы, ну, в свободном падении нужно поднакопить. То есть я люблю больше от накопления работать. Конечно, можно какие-то рискованные идеи называть. Сейчас мы их будем называть. Ну, по золоту и по серебру. По серебру я был медведем. Ну, в прошлый понедельник давал рекомендацию. Там достаточно долго болталось, и только под конец недели мы неплохо так свалились вниз. Дальше вижу по серебру снижение в район там 17,50. Возможно, через какую-то коррекцию. Поэтому, кто ранее не шортил серебро, ну, попробовать где-то лимиточки ставить в район там 19, да, и со стоплосом в районе там 20. Посмотрим. Если мы все-таки не сломаем вот этот тренд, который у нас идет нисходящий, очень красиво его видно, мы от него толкнулись. И, в принципе, цели 17,50 и ниже. По поводу золота, вот здесь у меня такое мнение есть, что мы вывалились достаточно сильно ниже ключевых уровней, которые у нас были минимум в 2020-2021 году. Это в районе 1680. Мы пробились, ну, получается, там, на прошлой неделе, точнее, позапрошлой, да, пробили, поднакопили. Я как раз с ребятами, учениками, шортили здесь золото. И среднесрочные цели у меня пока не такие оптимистичные, как у тебя, что мы где-то, возможно, уйдем наверх. Я пока вижу, возможно, сильный провал ниже уровня. Вот мы торгуемся там 1680, 1650, такой новый уровень локальный. И все, что ниже вот данной зоны, я думаю, что мы можем достаточно сильно слиться по золоту вплоть до уровня 1500 и ниже, там, 1400-1300 этой осенью. Почему? Как видим, золото не дало никакую реакцию на инфляцию. Вот у нас инфляция поднялась в текущем году, ну, уже официальные данные, да, и золото падает. Я думаю, что золото будет защитным активом в том случае, когда на рынках, ну, будет очень сильный форс-мажор. То есть не будет доверия к, вот, скажем, к тем активам, которые на сегодня присутствуют на рынках. Это там и акции и так далее, да. Все будут прикладываться с каких-то валют своих в золото, и тогда будет какой-то бурный рост. Это, возможно, будет уже 2023-2024 год в таком долгосрочном формате. Но кто там инвестирует, так скажем, в металлическое золото, то, в принципе, скажем, можно сейчас инвестировать, если упустимся ниже, там, на 200-300 долларов, то есть докупаться. Поэтому у нас перспективы есть, потому что на ближайшие несколько лет, скажем, у нас ждут штормы очень сильные по экономике. Так, это я сказал. В принципе, напомню, ранее советовал FedEx шортить. Мы дальше продолжаем падать. И в прошлый понедельник я советовал, кто не шортил FedEx, виза. Ну, в принципе, я и визу раньше предлагал шортить в районе 200 долларов. Это еще три недели назад. На прошлой неделе в районе там 190 визу повторно давал шорт. Мы, в принципе, неплохо снова падаем. И мы здесь вышли за сильный ключевой уровень поддержки. В районе там 190-185 такая зона поддержки. Вот ее видно как раз. Прошли ее, и здесь есть куда падать. Цель я ранее называл 150-100. Ну, 100 – это так уже более глобально. Туда мы, я думаю, где-то в 2024 год, возможно, дойдем. Возможно, нет. Но 150 вполне можем сделать. Поэтому кто в текущем месяце не шортил, в принципе, можно сейчас с открытия рынка пытаться на коррекциях шортить. Ну, желательно там на моделях. Ну, так как уже по факту, что будет дальше. Ну, S&P 500. Здесь есть вариант сильного роста. Возможно, у нас здесь будет такая коррекция еще в район вот этой трендовой линии, которая у нас есть. Мы находимся на пиковых таких значениях. Такие, так скажем, вот на днях читал тоже там обзор такой по поводу настроения. Оно негативное и достаточно сильно зашкаливает. Возможно, это будет таким признаком, что, скажем, когда на рынке льется, ну, скажем, это самое, то, возможно, будет какая-то коррекция. Сильных признаков пока на нее технически какие-то модели я не вижу. Пока они не нарисовались. То есть локально там было в пятницу под конец рынка какая-то кульминация небольшая, такой импульсик наверх маленький. Сейчас еще один прошел. Возможно, здесь что-то нарисуется. Но это, скажем, такое гадание очень-очень тонкое. Так как на рынках мы видим, то есть рынки вот эти все накопления на прошлой неделе не отработались. И сейчас, скажем, рынок такой дерганный, он может в любую сторону сходить. Поэтому здесь можно рискнуть, ну, скажем, это очень рискованно. Купить с текущих стоплост за пятничный минимум и попытать счастье, скажем, на такую, на коррекцию сильную. Будет что-то более сильное, наподобие, скажем, как было в июне, такой импульс наверх, коррекция. То там уже можно будет говорить. Ну, и пока все у меня. Виталий, спасибо за твои идеи. Продолжаем наблюдать за трендом. История вершится действительно на наших глазах, это уже все подчеркивают. Все хотели получить волатильность, теперь не знают, что с ней делать. Потому что волатильность бьет всевозможные рекорды. И вроде бы как и правильно прогнозируешь движение, тренд. Но коррекция возникающая, она в астрономических масштабах может быть. И даже самый консервативный трейдинг превращается в рискованный. Здесь, друзья, либо вы рискуете, соответственно, принимаете решение, берете на себя риск. Либо просто признаете, что сейчас не лучшее время для торговли. Но мне кажется, для спекулянтов это таящая тактика. Если, конечно же, вы понимаете, о чем я говорю. Когда возникают возможности, их стараться лучше использовать. Мы с Виталием вам подсвечиваем тенденции и локальные возможности. Надеемся, что этими рекомендациями вы пользуетесь. Виталий, тебе, разумеется, само собой тоже результативного трейдинга. Хорошая неделя. Она, судя по началу понедельника, обещает быть то еще. Еще по волатильности. И подведем итог тогда в следующий понедельник. Опять же, точно уверен, будет о чем поговорить. Спасибо тебе. Все, пока, удачи. Пока.